Музыка Особое значение в семейной обрядности у сибирских немцев занимает свадьба. Свадьба любимая для многих торжество. Шумела свадьба на все село, на всю деревню. Обычно немецкая свадьба отмечалась 2-3 дня. Перед самой свадьбой следовало сватовство, обычно устраиваемое за 3-4 недели до самого торжества. Родственники жениха и его друзья приходили в дом невесты, всячески хвалили будущего супруга, говорили о его имуществе, о прочих его заслугах. Родители же невесты и ее родственники, наоборот, всячески принижали заслуги юной девушки и всячески очерняли ее качество. Это связано с поверьем о возможном сглазе. И таким образом от самой девушки отпугивали всякие неприятности и нечистую силу. За неделю до свадьбы начиналась подготовка и начиналась она с приглашения на свадьбу. Обычно выбирался распорядитель, зазывала, кому родственники жениха и невесты вручали особенный свадебный посох. Он называется ШТОХ. Зазывала, ходил по дворам, домам, кого намеревались видеть в числе приглашенных. И кто желал посетить данное торжество, на ШТОХ повязывали цветную ленту. Таким образом можно было установить количество гостей на свадьбе. Свадьба немцами обычно отмечалась в конце недели, в субботу и воскресенье. В понедельник устраивали хвост от свадьбы, а вот в пятницу проходил шумный день. Невеста в этот день плакала в окружении своих подруг, которые пели ей различные песни, как бы предваряя ее уже взрослую жизнь. В доме жениха проходило же шумное гуляние с собранием всех его друзей. В этот день принято было шуметь, петь песни и бить посуду. Считалось, чем больше шума, тем больше счастья будет в жизни молодых. В день свадьбы невеста просыпалась в родчим доме. Ей позволялось встать попозже, ведь это последний день в доме родном, в доме родителей. И она могла максимально насладиться последним таким утром. После проходили сборы невесты. Одеться ей помогала ее мать, либо же крестная. Жених в это время следовал с процессией к дому своей будущей супруги, обычно обходя разные препятствия, выполняя задания и уплачивая выкуп. После встречи жениха и невесты свадебная процессия двигалась в церковь или молитвенный дом, где будет заключен союз. А вот после церковного бракосочетания приглашенные и новоиспеченные супруги двигались в стол уже к мужу, к жениху, где их ждали родители. Мать и отец подавали молодым хлеб, преломляли между юной женой и молодым мужем. И молодые должны были отведать хлеба одновременно. После начинался свадебный обед, во главе которого находился хозяин свадьбы или по-другому распорядитель. Он давал речи, следил за тем, чтобы у всех была выпивка, напитки и обязательно еда. Свадебный наряд невесты отличался от ее повседневной одежды. Немцами было принято на свадьбу надевать белое красивое платье в пол. Костюм невесты венчал головной убор, а именно венок, сложная корона, сложная конструкция из веток, цветов, листьев, обязательно с фатой. Венки невесты изготавливали из проволочного каркаса, обматывали лентами, украшали бусинами, бисером, а также имело место быть украшение в виде капелек парафина, либо же воска. Венок невесты изготавливала не сама девушка, а обычно обращались к мастерицам, известным по всей округе. Завершал первый день свадьбы обряд снятия венка с молодой жены. Венок снимали ее родители, мать или же крестная, самая близкая к ней женщина. Венок укладывали на колени девушки, либо на специальный поднос. С этим головным упором девушка должна была обойти всех гостей свадьбы. И желающие помещали к венку на поднос деньги и различные угощения. Такой венок женщина хранила в дальнейшем на протяжении всей своей жизни. Венок заколачивали после свадьбы в стеклянный ящик и хранили у супружеского ложа. Редактор субтитров А.Семкин